всем привет меня зовут надя петровская вот такой вот загадочный пакетик тут у меня на что давайте посмотрим что там что там такое интересненькое и так пришел набор от скетч маркер прекрасный маркер и браш очень люблю вот такой вот наконечник кисточка называется он ночной сет ночной набор вот такие оттенки кстати интересно наверно будет сравнить палитра которые здесь напечатаны и сами оттенки маркеров сейчас мы посмотрим так ну да хочу сказать что упаковано хорошо вот давайте смотреть вот такой вот органайзер вот тут такой стоит кармашек на липучки вот сами маркера так здесь у нас вложена наклеечка с логотипом такая вот девушка раскраска девушка раскраска вот это статья очень удобная штука это палитра здесь удобно можно делать выкраски тех маркеров которые у вас есть в наличии и потом смотреть сколько оттенков подбирать рисуй чаще вот ну и собственно говоря вот они маркеры маркера спиртовые вот здесь наконечник долота наконечник браш браш выглядит вот так фокусируйся камера фокусируйся ну давайте сейчас мы проверим палитру насколько она насколько она соответствует тому что здесь напечатана а дальше я вам покажу что можно нарисовать этим набором используя только вот эту палитру цветов какие есть вообще возможности у набора вообще выглядит красиво любо дорого смотреть и так я тут все разложила ну давайте для начала мы посмотрим вот оттенки мы когда выбираем все палитру либо наборы всегда ориентируемся да но то что напечатано я думаю интересно будет посмотреть насколько близко полиграфия и реальные оттенки маркеров давайте посмотрим так но я буду по порядку вытаскивать это у нас b112 это вот вот немножко полточки как-то здесь темнее да здесь светлее ну давайте посмотрим вот кстати колпачку как-то больше соответствует в полиграфии тут темнее как-то выглядит причем существенно темнее b112 так b114 вот он b114 так колпачку близко единственная здесь более с такой фиолетовой ноткой вот да немножечко так чуть-чуть бы фиолетового но в принципе близко вот смотрите здесь вообще выглядит да он практически черным почему-то кажется на самом деле это глубокий синий до 120 в 11 by 11 индиго кстати но тоже здесь намного темнее так он ярче намного интереснее вот колпачок кстати соответствует индико а в полиграфия темнее 11 биджи 71 здесь он выглядит тоже темным колпачок намного светлее давайте посмотрим ну вы знаете вот оттенки колпачков они близко к оттенку маркеров вот близко а полиграфия все таки намного почему-то темнее и не настолько яркие цвета вот этот вообще здесь он какой-то выглядит такое очень грязно какой-то серо-синий здесь намного интереснее благородный цвет биджи 71 то весь 41 ирис называется цвет прелесть колпачок но колпачок близко но можно было бы поярче чуть-чуть если ориентироваться на сам пигмент 41 так смотрим ну не такой яркий но а стоп секундочку я должны на тут смотрю смотрите ого ну вообще никто я даже подумала что этот и 43 до а это вот этот и 41 вообще здесь другая тема представляете насколько разница надо потом полюбопытствовать на сайте посмотреть может быть конечно именно на этикетке на такой бумаге да по-другому легли но вот здесь вообще нет попадания вообще другие оттенки а колпачки близко вот колпачки молодцы ну чуть-чуть может быть буквально на какие-то нюансы но вот они соответствуют так а вот как раз и 43 на которой я сначала подумала что висок один так смотрим ну колпачок можно было немножечко бы поярче если вот на этот ориентироваться здесь намного темнее опять же так ну что продолжаем так танго pink нет 40 вообще не угадала 92 но вообще не соответствует колпачок уже вижу поехал так колпачок и фикс пальцы что ли пальцы не соответствует вообще темнее давайте посмотрим оттенок маркера даже если несколько слоев все равно он как бы ярче да интереснее может быть здесь ориентируется что если там три слоя но все равно но вот здесь вот уже до соглашусь здесь так а давайте попробуем оси здесь если сейчас может быть тут как бы там в три например в три слоя да все равно видите насколько он ярче насколько этот вообще невзрачный оттенок здесь намного ярче яркость больше этот уже ближе так давайте номер запишем тебе 92 теперь вот этот загадочный танго пинг танго пинг посмотрим вот колпачок да он как-то ближе оттенку клапачок соответствует но в принципе здесь условно да тоже можно как бы ладно вот этот засчитывается но вот эти оттенки b120 здесь в общем как будто черный есть такой красивый синий то есть наверно могу дать совет что когда вы будете выбирать палитру надо все-таки учитывать что намного темнее получается если вы ориентируетесь именно на то что сам наборчик до рассматриваете то что здесь полиграфии так и 74 вот этот какой то наверно красивый оттенок но вот этот можно дал вот они близко этот да вот здесь вот и желтые хорошо передается вот желтая хорошо соответствует здесь колпачок статью не одно тоже близко колпачок немножко поярче чем сам пигмент и последний у нас протестируем т g4 так здесь он у нас тоже выглядит прям практически черным здесь все-таки намного и светлее и я бы сказала богаче вот этот оттенок здесь он какой то вообще никакой то есть получается те оттенки которые темные они реальности более сейчас немножко расчищу в реальности они более интересные вообще палитра интересные вдохновляющие вот но еще наверно стоит посмотреть как на сайте скетч маркера отображены но я думаю наверное близко к этому но посмотрим вот так что имейте это вот как выглядит реальная палитра набора ночной ночной набор night вот и сейчас я вам покажу что можно с помощью вот этой палитры например да вот используя только эти маркера какой можно сделать скетч это у нас вторая часть нашего вот этого теста на что переходим ко второй части итак вторая часть нашего теста вот этой палитры нарисую вот эту вот загадочную девушку хотя думаю что большинство из вас узнали кто это такая пишите в комментариях что за эти моти так вот перед тем как мы приступим но вернее я буду рисовать а вы очень надеюсь что с интересом посмотрите как я это делаю хотела бы поделиться таким небольшим лайфхак а не думаю что все знают особенно те кто только начали рисовать спиртовыми маркерами что путем наложения одного цвета на другом можно получать какие-то дополнительные оттенки то есть вот эту гамму из 12 оттенок оттенков мы можем существенно расширить не говоря уже что он несколько слоев пигмента они дают утемнение тона что тоже является вариацией да мы уже тональной но мы сейчас поговорим про то как вот создать дополнительные оттенки но давайте например возьмем вот этот и 41 ну во первых если еще несколько слоев то видите темнее получается условно сейчас такие губы нарисуем очень скетчем очень и предположим тиджи 4 выходи и смотрите получается путем наложения одна бутона над рукой у нас новая тема он по сравнению с этим более глубокий него уже входят вот этот датон кстати интересно давайте попробуем вот смотрите значит на этот оттенок кладем вот этот получается такой а теперь на серый так есть у нас разница разница кстати несущественно вот мне самой сейчас стало интересно как бы будет то что перекрывается какой каким оттенком да здесь мы вот этот перекрыли серым а здесь серый фиолетовый и рис который но нет вообще разница нет да не хорошо и так и так один и тот же оттенок но он уже иной там вот комбинация оттенка ирис и вот этого серого здесь он уже вот именно как бы смешивается смешиваются прямо на листе вот ну давайте попробуем еще предположим и возьмем желтый и теперь я вход только запачкала кисточку нет но есть есть эффект просто сейчас он должен подсохнуть здесь уже просто из-за того что он достаточно светлый по тону но все равно есть вот этот нюанс и желтый он остается плюс можно как бы немножко размывать границы тоже есть какой-то здесь но здесь уже хуже видно да вот здесь мы как бы лучше наблюдаем появление нового оттенка так давайте теперь вот этот вообще красиво здесь так как они примерно равны по тону значит какие-то оттенки я взяла в 92 и в 43 и вот их комбинацию да дает вот такой вот оттенок такой интересный дал как бы он сложнее чем вот эти цвета по отдельности вот так что путем смешивания только не смешивайте там если вы начнете например три разных оттенка маркера смешивать у вас вообще такая ну как бы грязь получится для того чтобы просто появлялся какой-то оттенок 2 то между собой потому что если сюда например мы добавим еще какой-то но как бы он утемнился до потону но в принципе сейчас высохнет посмотрим на какой-то наверное невнятный получается оттенок как бы просто такой сложно серый не знал принципе имеет ли смысл на 33 слоя различных маркеров но два дают эффект а три это уже под сомнение так что так вот вот такой вот момент с которым я думаю не все были знакомы что перекрывая один цвет маркера другим мы можем получать новый оттенок а для того чтобы приглушить яркость то есть вот серым например хорошо приглушать яркие какие-то оттенки мы возьмем тот же вот этот ирис сейчас объясню про что я говорю и вот серо-голубой до блю грей сейчас высохнуть посмотрим и из серых у нас еще вот серый тоже этот будет более теплым этот более холодным но яркость вот этого тона да она сейчас сядет сейчас он впитается немножко будет наверное лучше видно вот такие вот моментики но сейчас давайте порисуем и вот 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 и вот вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok